Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 Д教宗 ДimaTorzok Это не то, что нужно Да это еще и рулеточка Что самое важное, это не Best of 3, это рулетка Best of 1 Best of 3 это было бы слишком долго Первое, ну и все-таки должна хоть какая-то Разница между Венерами и Логзерами быть Так, по сути, ты бы играл Там и снизу какая разница, снизу и сверху Да, там чуть больше матчей пройти, но Best of 3 ты играешь А тут пускай соревнуются в рулетке Чуть больше интриги будет Потому что реально каждый может выиграть Каждого, я там посмотрел пики Джоум и Asus 5, и я бы не сказал там, что У Джейн Решеров Мериклз настолько сильный пик Ну и Asus 5 тоже, конечно, идеально Но не мне судить, судить игрокам Вот что я могу сказать Вернулся вроде бы Вроде бы Тайгер опять вылетает, да Это кто у нас? Да, у Тайгера Постоянно трабл с интернетом, не знаю, что там происходит У него Но вылетает он стабильно в каждом матче Встретится, то есть, Дизраптор вместе с Сомнин Найтом Кто паузу-то поставил? Посмотрим А, график поставил паузу, все, без проблем Какие-то опыта с гейми Проблема График, кстати, опять вернулся у нас на Хард-линию Продолжение следует... Все, поехали, готовы. Готовы. Баттлдесс гейминг фауза отжимается. Смотрим на топе. У нас там что-то встречается. Нерон вместе с Удванчиком. Удванчик вард не поставил. Нерон все видел. Поэтому теперь уже Миксераптору не просто будет. И хошрама у нас в поте. В поте выставил вардец. Кликает у нас здесь. На миддл-линии. Теографика у нас, похоже, далеко не пошла. Да, в Удайр. Один вард в миде находится. И другой вард. Причем довольно пассивный вард реально. Выйти испугались. Не стали искать. Вкатился хошрама. Видит обсервер. Я думаю, что случилось там сентрак стоит. Да и идти, бить его. Ничего здесь бурда не сделает. Просто побить. Забрал он тангусом. И минус обсервер в миде. Приятный момент. Безусловно. В топе у нас будут против Нерона стоять. Дезраптор, Мограмак и Блудсикер. Не я представляю, как они этого Умни Найта выгонят. Ну, Глимса, то есть, ему реально бояться не нужно. Если РПЛ у нас у Нерона. Какого-то контроля потального я не знаю. Не вижу. Ну, подставиться, конечно, под Стан Агратом, под Кинетик Филд, неприятный момент. Но стоять можно. Умни Найта, я думаю, что он свои пачки кубков там получит. А то и больше. Ну, короче, все хорошо будет. А в миде Тэмплор Ассасин против Бруды. Бруда, конечно же, будет стоять себе наслаждаться жизнью. Тут у нас вкатывается хошрам и промахивается. Он Рейн Болдером и ставит Сентриват. По крайней мере, мне кажется, это было незаметно все-таки для Бурды. Да, его то есть Сентрика-то нет. Она разбила другой Сентриват. Ну, это вообще было неправильно. Нужно хотя бы тогда второй себе нести, потому что на Ленито нет у нас в итоге Абсервера. С Сентрика, ничего нет у нас в виде. Просто Сентри стоит там, чтобы разбить другой Сентриват. Ну, это нужно вот так было. Это парням из Патас Гейминг. Это уже большой вопрос. Что происходит там? Да, нейроны здесь напрягают немного. Но, опять же, я говорю, нейроны не заберут. Еще не имеет у нас Парификация, то есть стоит с Репелом. Вроде там буско на него была какая-то. Ну, не суть. В боте фармит. Фармит у нас здесь Немелис на Лайфстилере. График не способен как-то либо помешать. Реально, Лайфстилеру бояться просто нечего. Ну, а тут Карик сейчас будет добивать Пауков. Которого спокойно отдает у нас Лай. Ну, а что это такое? Кормить так Темпларку не стоит. Я говорил то, что Таас сможет справляться с Пауками Бруды, если не будет какого-то Вижена у Бруды на линии. В итоге Вижена никакого нет. И тогда не очень непонятно, для чего Брудмазер нужна. Ее просто видит Темпларка. Такой же герой, как и все. Просто пучкой паучков, которых в итоге ты отдаешь. Вообще не контролируя как-то. Загадка такая. У нас там в боте на графику выходили, но того просто напрягали, скорее всего. Интереснее всего будет в мини 100%. Слайд, кстати, опять же проседает сильно и до сих пор есть на нем Вижен. То есть, видите, у нас токларочка этого Слайда. Вкатывается еще и Хоширама, но второй раз Брульдинг Болдером промахивается. Это не очень приятное у меня для Эр-Спирита. Слай, Слай, отходит. Слай, все, его не подловить. Все хорошо. Что хорошо кончается для Брудмазера. Но вот сейчас пачка крипов идет, подобивать бы. Не думаю, что это. Как-то помешает здесь Темпларка. Хотя старается, сетку себя кидает Брудмазер. Нет, мешает, мешает Карик. Вообще не позволяет Бруде добивать даже под своим тавром. В итоге пока ни одного крипа у нас Слайд не забрал. Да, это, конечно, провал. Провал. Карик просто перелосхитет. На других лайнерах ничего не происходит, поэтому особо дискомментировать-то и нечего. Смотрим за мидом, смотрим за Брудой, на которой вся идея по Татас Гейминг держится. Просто пик Бруды это было бы странно. Аналогично то, что через Бруду будут играть. Через Бруду надо уметь играть. Это же не просто герой, чтобы взять его. Пускай поиграем с Брудмазер. Нет. Паучков надо контролировать. Нужно пушить лейны. Нужно в какой-то момент переместиться. Путины влез, да, чтобы не стоять просто так в миддлэйне, когда ты там сломаешь Т1. Ты должна ломать Т1, что ты Брудмазер, потому что... Ну, иначе смысла от этой Бруды не очень-то много. Так у нас вкатывается там терминь, он сам не на это забирает топи. Он тут вроде бы живет. Есть у нас стан от Хаширамы, но опять же уходит. Контроля маловато. Вот одна проблема для парней из Нибалии Виталити, это полное отсутствие контроля, кроме Эр Спирита. Просто ноль станов. Так, у нас забрали все-таки в топе. Да, у Мни Найт погиб. Я думал, что тот отошел, но похоже, Брудсикер почувствовал кровь у Мни Найт и в итоге забрал его. Очень приятненький момент для Брудсикера, конечно, легкий фраг. Ну и, как мы понимаем, у Нерона-то не все так хорошо, как я думал. Не позволяет ему нормально подходить к рипам, хотя... Ну, есть перифигэшн в двоечку, то есть я не очень понимаю, каким образом... Ну, напрягает там, да, закидывают чем попало, дитрапшинами, Игнайтами и всем подобным. Ну, так, у нас в Мидии тем временем выход на Карика. Адуванчик опять же промахивается Хошерама Роллинг Болдером и, правда, получает последнюю тычку. Адуванчик это бить бы. Есть тычка. Отлича. Приходит график в мидл, Коги ставит. Ну, а как эти Коги помогут? График просто умирает. Здесь Ави Карик еще, скорее всего, и выживет. Карик живет. Да, Санит откидывается. Нет, пауки появляются. Нужно, наверное, уйти. Роллинг Болдер лишний. Здесь Рудмазер у нас еще имеет плевок. Еще две секунды. Хошерама может погибнуть. Хошерама, Хошерама, Хошерама. Левок есть. Пауки грызут. Паруки грызут. И да. Делает у нас слайд. Даблкилл. Счет два-три. Приход от графика, правда, я не очень понял, потому что стянули в итоге с бота Хардленера. Ну, в принципе, фраг был сделан на Топлаке. Без нее бы не забрали. Без графика, точнее. Так что, в какой-то степени оправда. Вот, скидается Сайленс на Нерона. Нерон Привификэшн откидывает в последний момент. И без маны, но он отходит. У нас нет Раптуры у Дузи, поэтому просто Нерон уходит. Есть у нас Шрайн, вроде бы. Да, Шрайн уже стоит. Не отпевал его никто. Возвращается на лейн. И нормально все, вроде бы, должно быть. Но здесь продолжает Брудмазер Кучков отдавать. В боте свободно фармит он слайдсилер. Выход спирмен на график. График получает ванды. График есть коги. Вкатывается и в спирт. Наконец-таки попадает рейнболдером, попадает станом. График коги нажимает, но эти коги никак здесь не спасут на Эмилис фрага. Делают, прилетает Дизраптор. Ну, а что ты можешь сделать? Вот что ты можешь здесь делать? Там еще и Рейдж, если что, нажал бы. Лайфстилер. Дизраптор смотрится слабо против гулинищей, половине того, что Рейдж у нас есть, да. Лайфстилер и просто... По сути, БКБ, да. И он мне на это еще, то есть... Кидаешь БКБшечку на Темплар Ассасин, репейл. Ну, Лайфстилер свой, рожденный. Рейдж. И все нормально. Магии там особо ты не боишься. Одна проблема в пикете, на сути контроля не было. Лич, у вас же чуть-чуть лишний. Лич или чай, я не очень понимаю. Хошрама здесь видит, и Дуванчик закидывает, Андерстрайк по нему. Баунтиру, но тот отбирает и... Наверное, спокойно уйдет. Хотя Глимс еще не издал Дизраптор и не успеет, потому что Сайленс на последок, когда Спирит откидывает. Ну и так бы не доставал первого левела, очень маленький рейдж. В топе свободу немного почувствовал Нерон. Есть 12 добитых крипов у него, подходит. Здесь зачем за ТПшка пришел у нас? Нерон, все, спокойно. Про Блудсикера мы тоже не говорили, для того, кстати, Хэнд оф Мидес. Очень все круто у Блудсикера. Блудсикера Раптур откидывается в Нерона, чтобы просто уйти. Вот так вот запинал жестко Нерон этого Блудсикера, и... Какой провал! Зачем он подошел к репам? Пурификейшн в тройку вкачан. Ну ты должен понимать, что никто не будет качать здесь Дигген Ауру или Репейл в 2 на таком лайне. Смысла в это нет. В итоге Дузи просто ужаснейшую ошибку делает, и это прям ужаснейшая ошибка, реально. И очень многое дает Нерон. У Нерона сейчас просто Сауринг появился. Все круто у Нерона. Пока не были Виталити, как мне кажется, начальную стадию выиграли. Подходит у нас Хэшерама. Есть там по Карику. Карик. Есть у нас Блуджник неплохой от Рспирита. Карик в итоге сейчас еще может и наразваливать. Хотя очень много дэмэджа по Карику. Карик, Карик, Карик. Ставит трэпу, и Карик просто уйдет. Хороший бодиблок от Хэшерамы. Два паучка, ничего не сделать. Очень круто отыграл Рспирит. Начали, конечно, промахеровать с Хэшерамом, но сейчас отыграл реально круто. И постепенно раскликнулся у нас. Хэшерама. Впервые я его вижу именно на Террор Лиге, хотя он основной игрок, я понимаю. Ну, на Старладере, по крайней мере, он играл. Так что все круто. Получается теперь. Что у Немилиса? У Немилиса нет никаких миндасов у нас. У Лайфстилера будут давить. Не болей Виталити, Демплард, Ассасин и Лайфстилер это позволяют делать. Так, и Демпларк уже тоже вариант для ЛФС-бомбы, когда на Трико Даггер себе прибыться. Я уверен, что Демпларк прибыться в Даггер рано. Крипстат уже, просто Крипстат 73 на 18, это... А ну, слишком много, я скажу так. Отдавал у нас Брудмазер, и у Трико Даггер уже... Есть Аквилл, и выход пока что в ПТ-шку, потом и заряда. График здесь разбить по руну, но забрал поту. В итоге и график еще погибнет сейчас. Да, графика есть Коги, но он себя сам просто забирает их еще и дает пространство до Карика. Карика, фраг делается, легкий фраг, ошибка от графика. Здесь еще куча пауков идет, но Шрайн у нас не нажимает. Нажимал Шрайн, Карика, все нормально. Бруда, наверное, не заберет никого. Подлично. Там подошел как-то уверенно через Черно, не стал лезть туда, бруда. Слишком нагло был. А Нерон уже вовсю в топе веселится, выгоняет Бутсикера. Здесь Нерон есть Соу Ринг, он префикейшный может закидывать просто по КД. Смотрим, у него теперь проблем особо-то и нету. Как только появится гейм, то вся проблема не болей, а решится. Вот так. Думаю, что уж позволить они себе его смогут. Так что-то в поте, опять же, представляется график. График здесь без Мэнни остается. Немилис просто грызет его. График, наверное, должен убегать. Работает Пурман Шилд, здесь спасает его и просто фласку нажимает. У нас Немилис. У нас там Нерона. Не нашли случайно? Нет. Просто стоят втроем в своем лесу. Что это такое? Стики. Стаки, точнее, есть для Дузи. Фармит он их. За счет Сайленса неплохо у него получается. Бутсикер, конечно, все хорошо. Но вот фраг подпортил ситуацию. Давайте на Творце откроем. Тут все круто у Дузи. Опять же, и у Каррика тоже. Все великолепно. Ну, и Немилис не особо отстает. То есть преимущество реально небольшое, пока у Небали и Виталити. Мне кажется, за счет того, что... Ну, мне надо стоять получше. Армлет появляется у Немилиса. Утсикер продолжает фармить. А Карик здесь тем временем в миде погибает. Глимс обратно. Но как-то не очень скоординировано все было. Карик, плевок. Есть. Фраг вкатывается. Сайленс откидывается. Магнетайз есть. Погибнет бруда. Скорее всего, здесь брудмазер. Уже булыжник есть. А маны нет. Просто маны нет. Там подошел. У нас в итоге личи. Забрал эту бруду. Адуванчик также по ментайзам горит. Врывается график. Можно забирать Адуванчик. Адуванчик погибнет и так. Но там заберут в ответ Эр Спирит. Размен 2 в 2. В принципе, в пользу Небали и Виталити. За счет того, что стянули график. Тут находились у нас четвером парни с Потата с гейминг. Ну, а Небали и втроем. Там у нас еще забирают лича. Лич был без ТБ. Я вижу. Да и просто поэтому скукнулся. В боте, тем не менее, у Небали забирает Т1 вышку. То есть, как бы Потата с гейминг делают фраги. Все хорошо. Все круто. Но вот лайны оставляют они сейчас у Мни Найту. В боте они оставляют лайн для Небали. На этом лайфстиллеры график погиб у нас уже 3 раза. То есть, все продолжает быть у Небали. Да, в миде там умирает Темпларка. Но также погибает и Брудмазер. Размеры постоянно равны. Пока матч интересный. Это самое главное. То есть, Фриварк не видит, кстати, эта фларочка. А вот Трап увидит. Бруда. Перетягивается в топку. Стайгер. Гвардец пока выставляет. У нас тут выход на Нерона. Есть Сайленс. Раптуру пока не кидал. У нас Умни Найт. Раптура летит. Все. Бумник погибнет. Да, под Сайленс. Вкатывается. Правда, у нас здесь Ферд Спирит. Еще и Салла откидывает. Можно забрать Павровой Дузи. Есть у нас Фротбот троечку. Есть еще и Чайник. Дузи в итоге уходит. Дузи. Дузи. Нет. Булыжника. Есть Булыжник. Все нормально. Чайник полетит. Нет, Чайник не полетит. Маны не хватило. Маны не хватило. Просто улетят. Дузи. Последнюю тычку не наносит его. Почему же не кинуть Чайник? Ну, ты бы забрал хотя бы Агра, я не знаю. Так, никого Тайгер не забрал. Ошибка от Тайгера. Маны просто не хватило у него. Хотя, начальник, ну, я видел, что Маны хватало. Изначально он бежал. 200 Маны там было. Ошибается. Ошибается Тайгер. В итоге забирает просто Нерона. А вот Лут Сикер уходит с ТПаута. Паузу ставит у нас Дузи. Подождем. Подождем, когда все продолжится. Отжимается пауза. Все, поехали. Карик только Т1 в миде ломает. Должен вышку забирать спокойно. Хотя подходит Слай у нас. Паучков направляет на Карика. ТПаут. Играет Дизраптор. Дизраптор с Глимсом. Есть Дасты. Карик не уйдет. Отсюда есть Глимс обратно. Может Агра, правда, забрать. В ответ того, как погибает у нас. Ну, хотя бы так. Для Карика уже хорошо. Опять же, стянул четверых персонажей в мидл. До чего здесь Блуд Сикер, например? Да? Вот что он здесь делает? Пришел в последний момент. Там просто... Пришел в бот подпушить Лейн. Но мне кажется, что Бруда и сама могла это сделать. Ладно. Хотя бы вышку если заберут, тогда это было правильное решение. А так? Ну, не знаю. Лайфстиллер. Где у нас? Лайфстиллер. В спине здесь фармит Теншентов. Может Эрспирит пробует сходиться. Магнитайз присутствует. Нет, магнитайз за ней. Промахивается по лыжникам. Дузи получает у нас ванды. Вкатывается в шарамах. В шарамах. Кинотехнил ставится. Кстати, шторма уже нет у нас. И просто Дузи должен погибнуть здесь. И Дузи убегает, кстати. Контроля не хватило. Вот та проблема, о которой мы говорили. Хотя есть булыжник, великолепный, это хоширама. Заберут одуванчика здесь 100%. Да, Немерис влазит. Сайленс откидывает у нас Блудсикер. Блудсикер вкатывается дальше. Еще и на Агра. Огрмак. Огрмак также не уйдет. Есть еще один стан на сот хоширамы. Минус два саппорта. В ответ от Неболей Виталик. Терри один вышку не забрали. Блудсикер ушел. Это самое главное. Ну, в пятером делали драку. Хотя нет, у нас Тэпларки не было возможности. Поскольку был. Итп-аут был. Все нормально. Карик тоже в миде присутствовал. Я даже не пропустил этот момент. У Тэплара скоро появится Дезолятор. 200 монет. Даже меньше. До Митриалхаммера остается. И Дизоль у Карика будет приобретен. Что у других игроков? Интересно. Он не найдет с органами. Выход в Мекку. Лайстиллер с армлетом. Сашу Яшу. Хочет собрать себе он. А Майл Штром какой-нибудь не хочет приобрести. Он себе против паучков. Броды не смотрелось бы в Великолепии. Ну, ладно. Лейд Мейл. Убудсикера. Хороший фарм, конечно. Бэс. Лышит Мидас. Он держится круто. Ну, и после этого фрага не самого приятненького на ситуацию возвращает. Правда, здесь подставляется Дузи. Дузи под хостой. Да, Карик Дальчик побежит. Для него вообще не проблема. Слинточку наносит. Трапа. Есть изоляторный удар. Но в итоге мисс. А у меня все лагануло. Но отлагало. Карик. Клипсунули обратно. Карик погиб. Какой же неприятный мисс для Блудсикера. Тайгер также отходит. Тайгер опять без маны. Ну, почему так происходит? Тайгер, почему у тебя постоянно нет маны? Ты покупаешь себе Транквилу, но при этом... Я не знаю. Он откидывал Фрест Бост. Точнее, Бласт Бост. Да. Хороший скилл. По-моему, нет. Чайник, опять же, он не кидал. Но... Тайгер пока вообще себя не находит в этой игре. Тайгер, в принципе, много ошибок делает довольно-таки... Это не самый приятный момент. У нас Брудмаза. Видимо, просто всех пауков забирают. У нас парни из Нибали Виталити. Ну, скажу так. С такой игрой потом будет сложность. Они выйдут сейчас с первого раунда плей-оффа. Они реально... Не факт то, что с такими ошибками и так пойдут дальше. Потому что реально очень много ошибок. Слишком много ошибок. Чтобы бороться за топ-6, обыгрывать ракунов, зиросклад. Еще одних зиросклад. Ну, так нельзя ошибаться. Частенько. Ну, я же вторую игру комментирую, вроде бы. Примерно те же самые ошибки происходят, причем от Тайгеров, чаще. В общем, проблема. Давайте графики, что ли, откроем, что у нас там есть небольшое преимущество Нибали Виталити. Просто минимально тут даже говорить нечем. Это не преимущество, это одна драка, и оно закончится. Карик уже у нас четыре раза погиб. Кстати, не самый приятный момент. Пошел на Рошана у нас. Он на Темпор Ассасин. Могу сказать только то, что по Танцгейминг, кстати, там играет лучше, чем с тем. Но это такое себе достижение. Что-то составы играл настолько плохо, что несложно. Спалили здесь у нас паучков бруды. Булыжник летит. Бруда, главное не нафидит. Есть префикейшн. Ай-яй-яй. Нельзя отдавать. Что ты делаешь, Брудмазер? Что-то все отошли дальше. Что-то у нас дуги Сайлент с откидывает. Есть булыжник от Эрспирита. Эрспирит Сайлент сдает. Вот Карик под репелом. Магнетайзу сдает еще и Эрспирит. Просто отгоняет отсюда улдсикера. Бьет Рошана. Бьет дальше Рошана. Есть Раптура. Уходит в степаутах. Шрама. Шрам развел на ультимейт. Врывается график. Там забрал. Тем временем дизраптер. Очень важный момент. Нет этих Сарма. Уже у нас Карик от Егис забирает. И еще заберет с собой график. График точно здесь погибнет. График в таверну. Дузи без маны. Уходит. Просто контроля не хватает на него. Но вот Агра должны забрать. Ванды у нас будет через 2 секунды. Ванды есть. Есть у нас Ванды. И заберут Агра. Минус 3 персонажа на Рошпите. Не лучшая драка для Патадаса Гейминг. Дизраптера, конечно, очень грамотно. Немелис до драки срубил здесь. Тот не смог поставить этих Шторм просто. Хотя он вроде бы ставил его под себя, наверное. Да, под себя выставлял. Так думаю. Ну и драка слишком неправильно позиционно. Началась Бруда сразу же пауками подфидела. Немного спалила свое местоположение. Ну и дальше, не болей, просто понимали то, что, скорее всего, Патадаса Бруда это Варшана бороться. И там Блудсикера просто развлекал Эрспирит, который с Т-пауэта ушел. Развел на Раптуру, что самое важное, опять же. А Карик просто под репелом бил. А Эггес достается у нас Т-пауэта. Есть Сашьяшу Лайвстиллера. Т-2, не знаю, пойдут ли на Т-2 в Тауэр. Рискованно. Че, рискованно? Ну, вроде бы, хотят, хотят пойти, подходят крипы. Идут. Там Т-1 в миде забрали у нас Т-2, дальше хотят пойти с Брудой попробовать. Бруда, в принципе, может это сделать. Ну, вот, летит на деф. Здесь Нерон. И Т-2 в топе, кстати, забирает. Но Лайвстиллер, конечно, с Т-фаркой очень много деможи по тварам заносят. Тяжело, тяжело дефать против них. Даггер у Карика. Есть, наконец-таки, у нас есть нормальная инфест-бомба. Вот здесь могут, кстати, подловить. Подловить могут. Адуванчик, видят рэпа. Адуванчик в таверну. Рейдж просто нажимается. Срубает его, подходит сюда в слай. Если какой-то вижен у него, подходит Тайгеру. Тайгера... Тайгера вижена нет. Вкатывается эр-спирит. Просто в пятером пришли. Но нужно тогда идти ломать, наверное, Т-2. Либо здесь переходить еще и Огрмага. Детекшеном не хватает. Где детекшен? Внизу эр-спирит и доставлю. Ну, это хорошо. Аду Т-2, наверное, бить. Появится дизраптор. Следите, к штормам у него присутствует. Карик, трэп, откидывает дайгер. Есть, не забываем. Но он еще не прилетел. Вкатывается дальше. Огрмаг, эльфес-бомба. Огрмаг до драки погибает. Еще и Курьер также. У нас скуклился. Тут находит графика. Там Нерон, кстати, стоит просто под Раптур. Он юзает на себя Турифликейшн. И Адуванчик также под Статик Штормом своим же погибает. Ставится к Коге. Но Нерон уже все, что мог, раскистывал. Для него это не столь принципиально. Минус два персонажа. Правда, проседает сильным темпларком. Но надо под Аегисом. Темпларочка еще не теряла. Аегу магнитаз юзается. Мы должны забирать Слай. 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 Слай под Рейденсом. Но Слай умирает. Дузи бегает в Блэйдмейли. Дузи. Нет. Дузи не попадет, наверное, здесь. Ширам и Ройнг Болдером слишком тяжело. И слишком многому спидмассу у Блудсикера. В итоге драка три в два. Еще и приходит сюда Огромаг. Зачем ты пришел сюда степа? Вот Огром. Ванды есть. Санец от Блудсикера летит. Но Огромаг. Ужасная ошибка от Огромага. Еще и Блудсикер побежал. Куда же ты побежал, родной? Блэйдмейл нажимается. Но просто минус Блудсикер. Что это было? Что делает под Атанск Гейминг? С такими ошибками лучше не играть в плей-оффе в дальнейшем. Я уже сказал, что это не болеет. То же самое касается. И парней из Потатаса есть монастер. У Лайстилера. Молодец. Молнии здесь нужны. Т2 забирают. В драке, конечно, Потатас просто ужасно проводит. Ну и гем просто у Тайгера. Правильное решение, Тайгер. Молодец. С этим гемом Бруда просто становится бесполезной. Отходят, отходят, переждут. Остался последний нишний тавр в боте. Дождаться каких-нибудь еще артефактов. Хотя я не очень представляю, что ждать у Неймлиса уже. Есть молнии, есть Саша, Яша. Выход будет в дальнейшем. Йолнир. Тоже вполне логично, что ты сделаешь Огармак. Огармак, Ванды получают. Огармак здесь умрет. Огармак, Ванды. Есть полификация. Огармак. Очень много ошибок в позиционах. Огармак. Вторая смерть для него уже такая. Или третья даже. Тут у нас могут быть Нерона подловить. Нерона далеко. Нерона очень далеко. С тех, кто получает Нерон. Блужник глядит хороший от Р-спирита. Но вот только Нерон уже не спасет Нерон в таверну. Нерон ошибся. Правда, драться идут дальше. У нас Небали Витальси. Могут забрать. Одуванчик. Одуванчик должен погибать. Там забрали пока Р-спирита. И Зайца у нас. Слай, слай, слай. Добрать его вижу. Но нет. Дузи бьет. Дузи вандов нет. Две секунды до вандов. Дузи погибает. Догрызает. Ластиль размен. Два в два. Хорошо. ТП-шку отменили. Дальше. Тепларка пошла ломать графика. График также в таверну. Не спасает его батарейки. Может также еще погибнуть кто-либо. Здесь нет. Все остальные живут. Бруда сильно просела. Он вот Вижена просто не хватил. Немилиса Гемба ему отдать. Да, так-то происходит. Небали будто бы слушаются меня. Но это, на самом деле, логичные вещи. Т2 заберут. Заберут Т2. Мудсикерт тоже позиционно, конечно, явно сегодня не так хорош. Что за лагерь в интернете у меня? Немножко подлагивает Дота. Но ничего. Уверен, что все проблемы решатся. Дождаться, наверное, какого-то Рошана можно, пока ты там фармишь лес. Особо ты не хочешь подниматься. Без аегиса сыра тяжеловато. Все-таки против там сальницы. Блудсикера под брудой. Самая лучшая затея заходить. Но попробовать можно. Если рискнут и при этом выиграют игру, то, в принципе, это рискооправданный. Безусловно, это логично. Пока в боте. В боте у нас находится Немерис. Толкает лайн. Миди-темпларочка пока подпушивает немного. У нас, кстати, вот он был ассасин. Что там будет? Что летит? А, это Кираса. Все нормально. Увидел я плейдмейл. Кираса. У Карика. Очень много дэмэджей. Минус армор, конечно. На лютый. На лютый минус армор. Но тут не Йолнир. Лайфстилера. Блудсикер в топе находится. Блудсикер. Блудсикера видят. Блудсикера видят. Даггер есть. Блудсикера можно попробовать. Тепп и замедлить. Врывается. Дузи. Забить нечем. Дузи. Ну, дэмэдж вы сами все видите. Какой дэмэдж у нас у Карика. Просто без шансов для Блуда. Пауков здесь отдаёт. У нас Брудмазер. Формит просто Неймелиса. График здесь. График. Ну, что ты здесь делаешь? График нажимает. Просто Коген. Ничего он здесь не сделает. Сайлент слетит у нас от Хоширама. Хоширама. Магнетайз. Он может нажать. Нажимает. Магнетайз. Погибает два персонажа. Там Лайфстиллер просто залазит в крипа. Размен пока два в ноль. Есть байбэк от Дезраптора. Нейрон может погибнуть. Га, есть у Нейрона. Нет. Конечно, наверное, не стал. Он не знает. Он тэпау старался кастовать. Тут еще Сайлент летит дальше по Тайгеру. Тайгер. Приходит. Приходит Карик. Карик сейчас развалит всех. Карик. Карик под Дезолятором. Должен забирать Агра. Агра забирает. Тут Уванчик также в таверну. Карик просто забирает двух. График после байбэка. График в таверну отправится также. Это минус. График. Трипл килл. Делает Карик. Карик против Слай и Булдсикера. Конечно, тяжело. Да. Размен. Три в четыре. На два байбэка развели. У нас Потадас Гейминг. В итоге три в пять получилось. Четыре в пять. Точнее, Хаширама тоже, наверное, должен уйти. Есть у него Родинг Болдер. Хаширама отходит дальше за ним. Никто не побежит. Хотя Бруда бежит. Смотрите. Ну, нет. Четыре в пять. В итоге два байбэка выбили. График пришел в драку. График просто отдался. Я не знаю, зачем график возвращался в драку. Там и так всех убирали. Бруда вместе с Булдсикером. Ну, поставил Коги. Там замедлил чуть-чуть. Только, наверное, поэтому байбэк можно назвать хоть каким-то правильным решением. Диффуза появляется у Гордмазер. Да, он никому не отменяли. Поэтому логично. Да и просто хорошо смотрится. По Нетворсам, по графикам, 10 тысяч у нас. У Нибали Виталицы по голде. По опыту здесь примерно 8. Есть инфест бомбов с Хаширамой. Хаширама может попробовать ворваться. В миде у нас находится здесь Булдсикер. А, кстати, гем не отдали там в случае. На базе можно посмотреть. На базе нету. Может, у кого-то лежит гем. Где подобрал? Нет, гем подобрал Распирит, что очень, кстати, важно. Распирит в миде. Распирит видит Бруду, вкатывается в нее. Брудмазер в таверну отправится. Брудмазер, ничего ты здесь уже не сделаешь. Ванды, Сайленс минус Брудмазер. На геме подловили. Байбэк есть у Бруды. Все хорошо. Драться, наверное... Пойдут сейчас. Не болей. Виталик, либо же на Рошана, который стоит там. Или нет, пока не стоит у нас. Рошан пойти тогда, что ли, байбэк? Выбить из Бруды? Очень важный момент. Это 60 секунд, кто еще не будет. То есть, Карик у нас будет подпушивать на Эмилис в миде. Но не особо рвутся, ломать как-то... Или выбивать байбэк. Не торопится. Манкинг Бар, кстати, будет поразателен. Полностью. Рейдинс становится бесполезным. Но и так под репелом от него пользы не очень-то много. Блокин Бар еще, если бы какой-нибудь приобрести, то вообще однозначно. Он бы был бесполезен. Да, Блокин Бар пока-то флаг и выходит. Так, у нас там находят друг друга в боте. Находит Дузи. Дузи наезжает на доставил просто. И Дузи убежит. Есть раптура в Карика. Ну, а дальше тут под репелом находится Карик. Он просто прячется в инвиз, ездит на него. Карик. Да, он сейчас развалит всех. Карик. Глимсунули обратно. Зачем глимсунули Нерона? Они все нормально. Минус Дузи есть. Карик, да. Ну, я сказал, что он всех развалит. Так и происходит. Удуванчик также погибает. Просто минус три на ровном месте. Там еще и график стоит под бледмейлами. График в таверну также уйдет. Минус четыре персонажа. Ну, такой выход на темп ларочку, когда у тебя есть здесь Омни Найт, который просто кинул репел. Да, та стоит в инвизе. В итоге без проблем под стиками она выжила. Забрала Дузи с собой. Забрала с собой Агромага. Ну, той уже 1800 хп. И плюс армора под 40. Даже больше. Не выходите в такую таверочку наглую. Не лучше дать ей. Тут Т3 пока забирает. Т2 в миде также забирает Карик. Должны вышки сберить они. Там еще и дальше пошла она забирать Адуванчик. Адуванчик, две тысячи минус Адуванчик. Байбэк от Блудсикера в итоге есть. Огромаг здесь Слай видит. Видит Карик. А тут просто под репелом. Слай, Слай. Есть булыжник. Дальше роник болдер. Карик проседает. Карик. Чайник великолепно. Тайгера погибает после Байбэка Блудсикер. Скорее всего это должен быть гудгейм. И в итоге Пататас Гейминг покинут наш турнир за Иммортал. С Темплар Ассин до сих пор живет. До сих пор живет Темпларка. Погибает конечно. Она здесь уже под натиском графика. Но все. Это уже не за деф. Это мидо. Также будет ломать Нем или Слай. Здесь Слай просто получает ванду. У кого гем-гем у нас Суэр Спирита. Вторая сторона падает. Нет только Темпларки. 30 секунд. Даже больше 50 секунд. О чем у меня не будет Блудсикера. Графика также не будет 35 секунд. Вторая сторона падает. Очень близки к тому, чтобы Пататас Гейминг покинуть турнир. Очень близки они. Грифсы тут еще подхиливают Немилис. И Пурификейшн тоже. Немилис сейчас просто будет практически фуловый. И спокойно они уйдут после этой второй стороны. Пойдет наверное к... Даже можно без Рошана. Хотя наверняка Рошана забрать. И закончить эту игру. Байбайков там ни у кого нету. Просто уходится по ауту. У нас Омни Найт под Репейлом. Сбить абсолютно нечем. Рошан стоит скорее всего уже. Да, есть Рошан. Туда перемещается Немилис. Кстати, 35 секунд еще. Не будет правда карика. Чуть меньше дамаги внесет. Но и Немилис сам может справиться так-то. Да. Ну не болей Виталити. Просто сильнее, ребят. Просто сильнее не болей Виталити. Мы это говорили в нашем бессмертном анализе. Потому что, ну, этих парней так просто не взять. Кстати, у нас уже первая сенсация, ребят. А с 5 собрались и развалили Джом. Джом просто не готов. Они опять сделали замену. Опять Фолл он играет. За это они были наказаны. Я еще про пики говорил. То, что пики не самые лучшие. Да. Просто Джо покидает. Турнир никто этого не ожидал из нас. Но была вероятность того, что Джо проиграет из-за своей несобранности. Из-за своего не самого серьезного отношения. Замены у нас эти постоянно. Но это все мешает. Тем не менее, и Асус Файв смогли победить. Хотя у Асус Файв тоже замены были. Попрошу заметить. Но Асус Файв в итоге собрались. Перепикали. Бестфан эта рулеточка. И Джо в этой рулетке проиграли. И занимает топ-12, топ-16. Кто же мог подумать-то? Я им топ-6 давал, по-моему. Но зря похоже. Давал Небали Джунир. Кстати, там развалили ТНЛ. Ну, а здесь Небали и Виталити должны сейчас закончить игру. Идут в драку. Врывается график. График. Ну, взлетает у нас Булыжник. По графике джекторам ставится. Но Немелис просто грызет график. График погибает. Может, Керрик здесь, конечно, тоже погибнет. Но Керрик это не особо волнует. Керрик просто идет ломать лицо Огромага. Огромаг погибает. Бурдмазер также. Керрик с блинка. Минус удуванчик. Даблкил делает у нас Керрик. Минус 4 героя. Без байбека все. Гуд гейм. 1-0. Не болей Виталити. Идут дальше. Пататас Гейминг. Топ 12-16 этого турнира. Иммортал для них закончен. Призовой фонд они не заберут себе в карман. Парни покидают турнир. Удачи им с их составом. Не знаю там, что у них будет. Как они там будут играть. Но. В таком виде состав точно не должен существовать. Пататас Гейминг. Надо что-то делать. Ведь было время, когда у Пататаса все было хорошо. Но это было время, когда реликты, по сути, играли в этом. Пататас Гейминг. Но не важно. Не важно. До матча еще 30 минут остается следующего. Так что ждем. Ждем мы следующую серию. Не болей Виталити. Поздравляю с выходом дальше. Топ 8-12 они себе уже. Или стоп. Топ 10-12. Топ 8-12. Топ 8-12 они себе. Вроде бы обеспечили или что. Ну сейчас посмотрю. Сеточку не важно. Чтобы не ошибиться уж наверняка. Да. Топ 8-12. Они себе обеспечили. Пару стоп в 6-8. Это вообще будет огромнейший успех. Для команды, которая просто посреди турниров ворвалась. Но уже об этом чуть позже. Смотрим, ребят. Наверное, оставшийся матч. Или что? У нас все матчи закончились. Нет. Не смотрим. Тогда ждем в 19.30 по Москве. Йолобойс. Прократим Рафлан. Здесь, на этом же канале. Ну и параллельно там еще 3 матча стримиться будут. Давайте, ребят. Ждем музыкальная пауза пока для вас. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok